Здравствуйте! На Эхе в Уфе новости у микрофона Милюша Латыпова. Факт населения не подтвержден. Однако была назначена повторная проверка. На вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова дал показания директор военно-спортивного фонда Бушкортостан, сообщает сайт газеты «Коммерсант», ссылаясь на собственный источник. Напомню, Ильдар Хасанов, курирующий экономический блок в администрации Уфы, был задержан вечером в понедельник при получении от лица, фамилия которого не уточняется, более 1 миллиона рублей наличными. В следствии считают, что эта сумма была откатом, который чиновник вымогал за оказанное содействие у представителя некоего предприятия. По данным источника, военно-спортивный фонд, который устанавливает в Уфе уличные конструкции для сдачи норм ГТО, прошлой осенью, как считается при содействии Ильдара Хасанова, получил финансовую помощь от компании БашРТС. Директор фонда, по данным источника «Коммерсанта», заявил в УфСБ, что Ильдар Хасанов потребовал с него возврата 10% этой суммы. Он якобы сказал в разговоре, что эти деньги требуют вернуть назад БашРТС, но следствия подозревают, что эту сумму Хасанов требовал лично для себя. Цитирует собеседника издания. Депутаты городского совета Уфы предлагают внедрить по всей республике программу электронные кладбища, сообщает Пресс-служба Горсовета. С такой инициативой они намерены обратиться в Государственное собрание и в Ассоциацию Совет муниципальных образований Республики Башкортостан. Проект направлен на инвентаризацию всех захоронений на территории региона. Как сообщает Горсовете, с его помощью родственники смогут найти могилу умершего, сведения о координатах хранятся в электронном виде. Отмечу, что в Уфе такая программа работает в тестовом режиме уже два года. Для удобства пользователей инициаторы создали сайт и мобильное приложение. Новым генеральным директором Салавата Юлаева назначен Тагир Ибрагимов. Его выбрали в ходе заседания правления Хоккейного клуба, сообщает Пресс-служба мэрии. Ранее Ибрагимов работал в администрации главы Республики. Новым президентом хоккейного клуба стал Владимир Нагорный, который последние два года занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии и перешел на должность руководителя администрации главы в ноябре прошлого года. Напомню, Уфимский клуб в первом раунде плей-офф КХЛ потерпел поражение атак Барса в пятиматчевой серии. После этого главный тренер Салават Юлаева Игорь Захаркин был отправлен в отставку. И о погоде сейчас в столице минус 10, переменная облачность, температура воздуха днем минус 7, вечером минус 6. Милюша Аллатыбова, служба информации, Эхо Москвы, Вуфья.